Здравствуйте, мои дорогие гости, зрители, подписчики моего канала. Это одно из первых видео о себе. Меня зовут Евгения, и родилась я в далёком 1977 году. Жила себе достаточно счастливо, а потом вдруг бац, 90-е годы наступили. Подробности, конечно, я рассказывать не буду, но... Огонь, вода и медные трубы были пройдены на ура. Характер закалился благодаря всем происходящим событиям в те времена. И сегодня, ну вот, то, что из меня получилось, это, наверное, благодаря всё-таки тем временам. Я всегда хотела жить на земле, но получалось так, что, наоборот, долгое время я жила в Красноярске, в городе, после учёбы. Не один десяток лет, так скажем. Вот, и часто говорила о том, что я хочу жить в деревне, на земле. Вот. Многие люди крутили виска и говорили, да ну, это утопия, да какая деревня, да ты там не сможешь одна. А, на сегодняшний день я также не замужем. Вот. И... В 18 лет я выходила замуж. В 20 у меня родился первый ребёнок, сын. Сейчас ему 22 года, он студент, живёт практически самостоятельно, отдельно. Работает и учится заочно, платно. Вот. Первый брак длился около 5 лет, наверное, что-то я уже даже и не помню. Вот. И потом как-то вот всё не складывалось, но мысль о том, чтобы переехать в деревню... Ну, в деревню не принципиально вообще, мне интересно жить на земле, не в квартире всегда было. Вот. Ну, и родив второго ребёнка в 2015 году, благодаря нашему государству, я получила сертификат на материнский капитал и поняла, что это как раз тот самый шанс, которого я ждала. И ни одной секунды не раздумывая, приняла решение, что буду покупать домик в деревне. Вот. И... Вот это дурацкое слово. Вот. Это мой паразит. Не могу от него никак избавиться. Вот. Я объехала в 2016 году, я объехала всю нашу округу в пределах, в радиусе 150 километров от моего тогдашнего места жительства. Это посёлок Черёмушки, под Саяно-Шушенской Эгэс, где, собственно, я и родилась. И... Хакасия, юг Красноярского края, всё это было просмотрено. Ну, и на те средства, которые предлагались, более-менее что-то пригодное для жизни, я себе выбрала. Вот. Ну, как я выбирала, это уже история отдельная. Расскажу в следующем видео, которое будет на эту тему. Когда я сюда переезжала, старые знакомые, новые знакомые говорили, что ты через год оттуда сбежишь. Это нереально. Женщина одна не может, ещё и с годовалым ребёнком в деревне. Идёт четвёртый год. Я ещё здесь. И надеюсь, что задержусь ещё здесь какое-то время. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Недавно я завела свой YouTube-канал, вот этот, на тему жизни в деревне. И буду рада поделиться с вами своим опытом. Ну, да даже не опытом, опыта жизни в деревне, как такого вот ещё по сути и нету. Только-только вот как слепой котёнок нащупываю что-то и обустраиваюсь ещё потихоньку. Ну, то, что происходит, буду рассказывать, показывать. Для чего? Ну, возможно, кому-то это будет полезным. Также в большей степени для того, чтобы через какой-то период самой посмотреть, пересмотреть это видео. И да, я думаю, что мне самой это будет очень интересно увидеть через 10, может, или 20 лет, как это всё начиналось. И вообще мне интересно, чем это всё закончится. Друзья, всем хорошего настроения, всем счастья, удачи. До новых встреч, увидимся с вами. Подписывайтесь на канал. Ставьте ваши пальчики и пишите комментарии.